Команда Игоря Меншикова терпит кадровые потери. Капитан Цуменцев Александр Каратаев продолжает восстанавливаться после травмы. Не сыграет против Махачкалинского «Динамо» и Никита Печенкин, заработавший красную карточку в предыдущем матче против «Камаза» из Набережных Челнов. Эмоционально, но, естественно, мы ожидали, что будет такой выезд. У нас всегда с «Камазом» такие трудные матчи эмоциональные. И у нас есть глубина состава, есть кому заменить и шанс ребятам, которые мало играют, себя проявить. Зато состав «Черно-белых» вновь пополнит Никита Касаткин. 26-летний полузащитник еще летом играл в чемпионском составе Цуменцев. Но после завершения сезона отправился в Нижнекамский «Нефтехимик». Там провел всего три неполных матча и вернулся в Цумень. Правда, на правах аренды. Это обоюдное решение. Во-первых, если честно, мы не хотели его отпускать, но он принял такое решение. Но у нас в прошлом году был лидером. Наш парень, мы с ним вжились вместе. Он там, к сожалению, мало играл. Созвонились, поговорили. В отсутствие Александра Каратаева капитанская повязка вновь достанется Ивану Маркелову. 35-летний полузащитник, кстати, провел два сезона в Махачкалинском Анжи. Теперь регулярно вспоминает о жизни в столице Дагестана. Ну, эта собака оказалась бывшего мэра Махачкалы. Он там сам где-то был в бегах, скрывался. И так получилось, что эта собака оказалась у нас. И вот у меня сегодня супруга как раз с ней приедет сюда. И вот она с нами, такой талисман махачкалинский. Поможет ли этот талисман одержать Тюмени победу над махачкалинским клубом, узнаем совсем скоро. Матч пройдет на стадионе «Геолог» 20 августа и начнется в 19.00. На данный момент команда Игоря Меньшикова замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице. А «Динамо» Курбана Бердыева располагается на девятой строчке.